продолжаю читать книгу california drivers handbook это американский ptd для того чтобы собрать себе слова для изучения и эта практика очень хорошая отдельная занимает грамматикой отдельно учу слова и отдельно читаю или перевожу подкасты и так дочитал я прошлый раз до 68 страницы что тут у нас было у нас там про всякое скольжение было потом про отдал протекте of self and your passengers и я перешел к child restrain system and safety sets сразу вас тринд надо как-то можно бы ух ты чё я нашел круто это удобней это удобней так и того надо все это выделить и понять что точно написано то restrain system до сдержанность стеснение замкнутость короче до системы детские системы сдерживания и безопасные сидения you must secure children with a federally approved child passenger restrain system or safety belt вы должны обеспечить безопасность с помощью федерально разрешенного child passenger детского короче системы детской системы или безопасного ремня у нас то просто детское кресло называется the requirement так а федерал да requirements the requirements the requirements depend on the child's hate and age как бы запросы 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 depend зависят от высоты и хайт хайта весная от веса и или все-таки это высота что это такое рост и возраст это все-таки рост от роста значит надо выделить если так ложанулся от роста и возраста ребенка children who are under two years old дети младше двух лет under 40 pounds меньше 40 full pounds вот pounds я эти все блядь fit и pound и фунтов да почему фунтов как это как это как этот вес то у них фунтов фунт фунты and under three feet four inches tall меньше что там меньше метр короче короче с этим двухлетние младенцы secure in a rear facing child passenger restraint system то есть их безопасность должна обеспечиваться на заднем сидении rear fence facing почему rear fence facing rear это заднее обращенный назад о как интересно то есть система вот этого детского пассажирской безопасности подразумевает что ребенок должен сидеть лицом назад ну в этом есть большой смысл просто я таких даже не видел в россии точно таких не видел ради интереса в эрфейсен чайл пассенджер систем что нам гугл покажет нет гугл давай картинку покажи вот она в эрфейсен слушай я такого не видел даже ни разу ну чё там зависли ну открой побольше мое да прикольно то есть если даже будет резкое торможение они просто будут сидеть в кресле шеи не поломает очень интересно соответственно родители просто не газу и все будет окей да круто а вот еще пример так где еще есть в эрфейсен а вот мамаша садится ну понятно окей в эрфейсен чайл пассенджер рэстрейт систем так ноут заметка обратите внимание и чайлд и на рэрфейсен чайл пассенджер рэстрейт систем may not ride in the front seat of an airbag эква эквипт векл значит ребенок вот в этой системе безопасности когда он сидит лицом назад не должен ехать на переднем сидении оборудованном манабанаманам подушка безопасности children who are under eight years old дети меньше восьми лет or who are less than four feet and nine inches tall и которые ниже четырех фитов это ниже 120 сантиметров они значит должны следующее secure in a child passenger restrain system in a rear seat то есть они должны короче сидеть на заднем сидении у них тоже какая-то отдельная система безопасности in some cases в некоторых случаях children under eight years old may ride in the front seat of a vehicle in a federally approved child passenger restrain system в некоторых случаях дети меньше восьми лет могут ехать на переднем сидении в машине если они оборудованы какой-то вот системы специальной federal approved child system значит they may ride in the front seat of a vehicle значит они могут ехать на переднем сидении если для эксперимента одну штуку сделаю включил noise gate посмотрим какая будет разница так значит they may ride in the front seat of a vehicle они могут эти дети маленькие до восьми лет ехать на переднем сидении если there is no rear seat если нет например заднего сидения the rear seats are side facing jump seats заднее сидение есть side facing jump seats почему тут jump боковые а если заднее сидение боковые откидные понятно то есть если их нет или если они откидные то они могут ехать на переднем если там оборудована вот эта вот система специальной the rear seats are rear facing seats если заднее сидение это ну как бы развернутые затылком вперед да сидение the child passenger restraint system cannot be installed properly in the rear seat а если она не может быть вот эта система установлена быть на заднее сидение тогда можно на переднем in rear seats are already occupied by children seven years old or younger то есть если заднее сидение уже занято то можно и наперед посадить своего старшего детенка значит children who are eight years old or older дети старше восьми лет or at least four feet nine inches tall или которые выше 120 сантиметров four feet 4 фита may use a properly secured safety belt that means federal standards они могут использовать properly правильно безопасно это чем тут properly правильно безопасным правильно безопасным правильно безопас security and safety belt ну короче говоря если есть правильный ремень безопасности то вот этих детей которые постарше можно и пристегнуть я так понял обычным ремнем безопасности должен ну да то есть если есть ремень безопасности то его можно использовать для детей старше восьми лет или тех кто выше 120 сантиметров your local law enforcement enforcement agency or fire department can check the installation of your child passenger restraint system значит ваш локальный какое-то вот агентство какое-то агентство the enforced agency какое-то какое-то агентство или департамент почему-то fire department пожарники могут проверить ну короче есть люди специальные которые могут проверить правильность установки этого сидения as your child grows check that the child passenger restraint system is the right size как только ребенок вырос проверьте что как бы система безопасности ребенка соответствует его размерам airbags этой подушки безопасности airbags are a valuable safety feature on many vehicles valuable в данном случае что у нас значит воздушные подушки безопасности являются как бы фичей фичей как по-русски-то фичей ну как бы свойством получается ну не подушки безопасности являются ценным элементом безопасности на многих транспортных средствах ну да можно и так сказать they can help keep your safer than a seatbelt alone они могут помочь сохранить тебе большую безопасность ну создать по сути большую безопасность чем если будет только один ремень безопасности короче подушка и ремень безопасности увеличивают безопасность write at least 10 inches from the airbag cover as long as you can maintain full control of your vehicle мейнтейн поддерживать да full control of your vehicle ничего не понятно какое-то предложение долбанутое measure from the center of the steering wheel to your breast bone как бы мерой от центра крутящихся колес до твоего до твоей грудной клетки отдельные слова понятно все вместе непонятно измеряй от центра руля груди чё измерять-то видимо расположение подушки безопасности contact your vehicle dealer or manufacturer if you can safely sit 10 inches away from the airbag а значит отмеряя я так понимаю как минимум 10 inch от подушки безопасности и значит надо проконтактировать с дилером или производителем если вы не можете сидеть на расстоянии 10 inch от подушки безопасности короче минимальное расстояние здесь указывается которое должно быть до подушки безопасности пассажиры так же должны сидеть как минимум на расстоянии десяти инчей как по-русски как по-русски будет дюйма это чё дюймы 10 дюймов 10 дюймов 10 дюймов дюйм это у нас сколько два с половиной сантиметра 25 сантиметра 25 сантиметров 10 дюймов 25 сантиметров от подушки должно быть так у пассажиров то же самое значит заметка note children seated next to a side airbag may be at risk of serious fatal injury значит дети сидящие непосредственно после ну или перед ну короче рядом с подушкой безопасности могут быть подвержены риску серьезной травмы fatal injury короче могут погибнуть on attended children and pets и животные еще одно дети без присмотра и домашние животные unattended unattended children and pets it is illegal to leave a children who is six years old or younger unattended in a vehicle незаконно оставлять детей младше шести лет или ну младше шести короче шесть лет и младше без присмотра в автомобиле без присмотра a child may be left under the supervisor supervision supervision of a person who is at least twenty years old а наблюдатель да значит ребенок может быть оставлен под присмотром вот какого-то наблюдателя супервизора если ему короче говоря 12 лет it is dangerous and illegal to leave children or animals in a hot vehicle значит это опасно и незаконно оставлять детей и животных в горячем автомобиле the temperature inside a parked vehicle can rise rapidly when it is sitting in the sun температура внутри припаркованного автомобиля может повышаться очень быстро когда он стоит под солнцем sitting in the sun интересная конструкция when it is sitting in the sun что-нибудь можно выделить вот так this is true even if a window is left slightly open this is true even а ну то есть это все как бы законно даже если окно приоспущено угу это то есть все равно незаконно держать детей и животных в машине даже если окно приотпущено too much exposure to heat can lead to dehydration heat stroke stroke and death too much exposure what does it mean контакт exposure ну экспозиция слишком длительная экспозиция на жаре может быть привести к dehydration как это не сушняк же как по-русски обезвоживание солнечный удар или смерть manage your speed управляй твоей скоростью in california you may never drive faster than is safe for the current road conditions в калифорнии ты можешь никогда не можешь ехать быстрее чем безопасно на конкретной дороге скажем так conditions this is known as the basic speed law это ну как бы всем известно как базовая нижняя базовая скорость что ли или закон закон основной закон скорости да это make sure you manage your speed and slow down when conditions call for it почему conditions call как conditions могут call делать требует этого значит убедитесь что ваша скорость убедитесь убедитесь что вы контролируете скорость и уменьшаете ее когда того требует поверхность дороги да regardless сразу надо обозначить какой regardless of the posted speed limit your speed should depend on regardless regardless несмотря ни на что regardless значит несмотря ни на что значит несмотря на как бы обозначенные скоростные ограничения ваша скорость должна определяться следующим the number of vehicles on the road количеством машин на дороге the speed of other vehicles on the road скорость других автомобилей на дороге the road surface поверхностью дороги гладкая грубая гравий мокрая сухая wide 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 широкая широкая или узкая wide or narrow bicyclists or pedestrians on or crossing the road скорость должна регулироваться в том числе зависеть в том числе от велосипедистов или пешеходов которые идут по дороге или пересекают ее weather rain fog snow wind or dust погода дождь туман снег wind 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 ветер или грязь traffic congestion новое слово какое-то traffic congestion small changes in your driving habits can help reduce congestion что такое congestion скопление скопление машин маленькие изменения в ваших привычках могут помочь уменьшить скопление avoid waving in and out of freeway lanes избегайте ну короче говоря перестраиваться туда-сюда на свободные линии на свободные полосы waving такое волно избегайте волнообразного туда-сюда дергания избегайте въезда и выезда с полос автомагистралей что значит избегайте въезда и выезда avoid waving in in and out ну типа туда-сюда что это имеется в виду понятно непонятно непонятно также достаточно много ситуаций со with specific speed limit с особенными ограничениями скорости ну есть законы про особую BE ограничение скорости и условиях при которых вы должны уменьшить скорость unless otherwise posted the ideal maximum speed limit on most California highways is 65 miles per hour несмотря на знаки я так понимаю несмотря на знаки если не предусмотрено иное unless otherwise идеальный максимальная скорость ограничение максимальной скорости на большинстве калифорнийских хайвеев 55 километров в час 55 километров в час на двухполосной неразделенной дороге и for vehicles towing trailers тянущий тянущий трейлер тянущий буксировка буксирующий трейлер буксировка choose between hazards выбирайте между блин это не преграда это опасность выбирайте среди опасностей sometimes dangers will be on both sides of the road at the same time иногда опасность случается с двух сторон дороги одновременно for example например parked cars to the right and oncoming cars to the left припаркованная машина справа и oncoming oncoming what does it mean oncoming встречная припаркованная припаркованная встречная машина слева if one danger is greater than the other если одна опасность больше другой give more space to the most dangerous situation дайте больше места наиболее опасной ситуации suppose you are on a two-lane road with an oncoming vehicle to the left and a bicyclist ahead to your right плохо запомнил слово suppose предполагать i suppose я предполагаю предположим вы на двухполосной дороге с встречным автомобилем слева и велосипедистом впереди справа от вас instead of driving between the vehicle and the bicyclist take one danger at a time вместо того чтобы ехать между автомобилем и велосипедистом одновременно выберите одну опасность в одну единицу времени притормози и позволь встречному транспортному средству проехать then the vehicle has passed when when the vehicle has passed когда встречная машина проедет move to the left to allow plenty of space возьми левее для того чтобы предоставить plenty of space достаточно места plenty в изобилии да предоставить ну как бы да достаточно места at least 3 feet как минимум 3 фита то есть 90 сантиметров to pass the bicycle bicyclist для того чтобы обогнать велосипедиста велосипедиста if there is a steady flow or uncommon vehicles if there is all это я не понял ах ах if there is a steady постоянный flow поток встречных машин use as much of the left lane as you safely can to pass the bicycle если на встречке постоянно машину едут используй как можно больше движения влево для того чтобы максимально безопасно обогнать велосипедиста но how to handle emergencies знай как handle справляться справляться с чрезвычайными ситуациями there are many types of emergencies you may encounter when you drive слишком много всяких разных вариантов emergency emergency как будет emergency ну происшествие может произойти пока ты едешь encounter encounter сталкиваться а вы можете столкнуться с большим количеством разнообразных emergencies пока едешь как по-русски emergency не столкновения же чрезвычайная ситуация ну как-то слишком длинная ну ладно knowing how to handle emergencies can help keep you safe знание того как справляться с этими чрезвычайными ситуациями может помочь тебе сохранить себя в безопасности тая blowout and accelerator male function male function ой тая это у нас что шина шина о чем тут blowout шины и blowout как связать шины и blowout а прорыв шин неисправность акселератора blowout malfunction тоже неисправность значит прорыв шины и неисправность акселератора интересная как у них подборка проблем if you have a tire blowout or accelerator male function если порвал шину или шо акселератор это газ газ не работает да 17 turn on your emergency flash включи аварийку hold the steering wheel tightly Держи руль плотно и стирь Следуй прямо Ну, короче, не дергайся влево-вправо, да, то есть проколол шину, едь прямо Замедляйся медленно Замедляйся медленно Замедляйся плавно Убирая ногу с акселератора медленно Если твое святое, то перезикладе на нейтрал и придерживай А, если газ застрял, shift, если газ застрял, выбери нейтрально, поставь на нейтралку и примени торможение. Если не можешь поставить на нейтралку, you should shut off the engine to initiate the vehicle slowing. Да, если газ застрял, ты не можешь на нейтралку перевестись, просто глуши мотор, чтобы инициировать замедление. Do not remove the key from the ignition. Не вытаскивай ключи из игнишина. Что такое игнишин? зажигание? Ух ты. Да, не вытаскивай ключи из замка зажигания. Let the vehicle slow to a stop completely off the road. Позволь автомобилю slow to a stop медленно остановиться за пределами дороги. fully apply the brakes when the vehicle is almost stopped. Полностью помяни торможа, тормоза, ну нажми на тормоза, когда автомобиль полностью остановится. driving off the pavement. What does it mean, pavement? тротуар? движение... Это как так движение? driving off the pavement. Это же driving off the pavement. Переводится по тротуару. If you will drift off the pavement. Если ваши колеса залетели... А, drift off. Почему drift off? Как это... Я не понимаю. Съезжают с тротуара. Так они и не должны на тротуаре быть-то. Grip the steering wheel firmly. Так, что-то перевожу и всё. Grip. О-о-о-о-о. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ой. Да, все-таки уже были. И грипп, и фермли. Держи руль крепко, короче. Remove your foot from the accelerator. Убери ногу с газа. Break gently. Нажми плавно на тормоза. Check for traffic behind you. Проверь трафик сзади. Carefully steer back onto the pavement. Аккуратно. Steer back. Возвращайся назад. Одно тротуар. Do not pull or turn your steering wheel with too much force. Не... Do not pull. Это надо помнить, что мы говорим про ситуацию с проколотым колесом. Значит, не тяни, не крути рулевое колесо со слишком большой силой. This may cause you to drive into oncoming traffic. Это может быть причиной выезда на встречную полосу движения. Вот так вот. Опана. Так, еще 28 страниц. Ну, реально, там еще картинки рекламные. 20 страниц осталось прочитать. А-а-а-а. Чик-чик. Сохранится. Сохранится. О-о-о-о-о-о. А-а-а-а. Продолжение следует...